всем привет на связи федор васильев мы продолжаем с вами изучать систему джекаса урок номер 16 давайте поговорим о том как вести блок в нашем интернет-магазине то есть если мы хотим создавать какие-то статьи о наших товаров или еще что то то есть в этом уроке как вывести последние из блога на главную страницу как сейчас мы это видим вот здесь в демо примере и например вот ссылка на страницу блога как красиво оформить то есть это у нас аватарка тот кто ведет блок то есть авторы могут быть разные давайте посмотрим как это все реализовано для начала создайте статьи можете создать тестовые чтобы просто потренироваться я создал одинаковые статьи просто их продублировал из а даже не создавала вот обычная категория в джумле который есть я ее и оставил то есть назначил все статьи в одну категорию для начала давайте выведем все статьи в пункт меню потому что сейчас мы не сможем на них посмотреть без пункта переходим меню майн меню создаем новый пункт называем блок ну или как-то по-другому можете назвать тип пункта меню выбрать выбираем здесь материалы выбираем здесь блок категории дальше выбор категории у меня только одна категория я ее и выбираю сохранить закрыть на сайт идем обновляем страницу и мы ничего не видим потому что нам нужен модуль меню давайте рассмотрим и его у нас есть стандартный модуль меню который я отключил в начале давайте установим тот модуль который идет вместе с шаблоном ее market нажимаем установить вы помните в архиве с шаблоном у нас есть модуль меню его мы берем перетягиваем установка завершена переходим расширение модули вот данный модуль заходим в него сразу включаем позицию выбираем навигация позиции 1 привязка пункта меню на всех страницах сохранить закрыть идем на сайт обновляемся появилась у нас главное курсы по jumla и блок переходим в блок и пока у нас это выглядит так вот они все продублированные статьи давайте теперь займемся самым интересным это как вывести здесь аватарку автора блога если вы хотите чтобы она была круглая то вам нужно загрузить квадратную фотографию то есть обязательно квадратную подготовить все там на фотошопе небольшую например 200 на 200 пикселей если у вас есть уже заготовленная круглая фотография то можно использовать ее если у вас будет много авторов то под аватарки лучше создать отдельную категорию давайте перейдем материалы медиа менеджер и создадим новый каталог например аватар английскими буквами создать каталог и прямо сюда кликнем и загрузим прямо здесь подготовлены наши изображения для автора блога я подгрузил изображение с компьютера нажимаю загрузить в систему вот мое изображение дальше переходим материалы менеджер материалов нам нужно настроить одно поле под аватар вот здесь у нас есть в списке поля то есть это опция самой jumla заходим сюда здесь у нас ничего нет нажимаем создать из списка выбираем для аватара это у нас медиа медиа имя например аватар контент забыл прописать заголовок например аватар описание директория выбираем аватар только что созданная папка да где он будут находиться все аватары нажимаем сохранить закрыть если сейчас пойдем на сайт обновим страницу мы не увидим нигде аватара потому что каждой статье нужно этот аватар загрузить переходим материалы заходим в статью теперь здесь появилась новая вкладка поля заходим и поле для вставки аватара выбрать выбираем нашу аватарку сохранить закрыть так как я автор буду у статей везде один поэтому для всех статей я проставляю один и тот же аватар и так проделаем для всех статей возвращаемся на сайт обновляем страницу видим аватар у меня уже встал не совсем ровно выглядит здесь видите немножко уходит влево но опять же аватарка у меня уже была подготовлена по размеру и круглый поэтому здесь в принципе можно было бы наверное ничего не делать но у вас возможно она будет большая заходить за краям на постер картинки из блога здесь нужно было еще прописать ксс класс специальный для этого мы с вами возвращаемся в поля возвращаемся в аватар и в самом низу класс изображения нужно проставить вот такой вот параметр нажимаем сохранить закрыть этот параметр также вы можете скопировать в быстром старте обновляем страницу и вы видите у нас все здесь так сказать остепенилась до картинка стала чуть меньше и кто автор да у нас выводится а по центру изображения и смотрится очень очень симпатично и конечно же если кто не знает там супер юзер вы можете перейти менеджер пользователей супер юзер я здесь один да здесь написать автор например вот так сохранить закрыть обновимся до чтоб теперь по человечески было видно а не какой-то там супер юзер если мы посмотрим на демо сайт у нас здесь выводится еще поиск категории и теги давайте это выведем переходим в модуле нажимаем создать первые это у нас поиск обычный поиск jumla ищем в модулях поиск находим заголовок пишем например поиск позиция это позиция 7 находим ее здесь кнопка поиск до позиции кнопки выбирайте я выберу справа привязка только на указанных страницах то есть это для блога снимаю галочку там где не показывать суффикс класса прописываем вот такой нажимаем сохранить идем на сайт обновляемся вот поиск у нас выводится наш поиск отличается от поиска дыма здесь у нас вместо текста иконка а здесь кнопка искать на ваше усмотрение если хотите иконку то вот здесь вот текст на кнопке вы ставите иконку fast search нажимаем сохранить обновляемся и вместо текста у нас появляется иконка следом идет модуль категории выходим из модуля поиска нажимаем создать находим модуль категории нажимаем позиция выбираем также позиция 7 опубликовано здесь я все включаю в положение до выбрать категория выбираю свою категорию привязка к пунктам только на указанных страницах также это будет привязан только к странице блок дополнительных параметрах нужно прописать суффикс класса сохранить закрыть на сайте обновляемся и у нас ничего не выводится дело в том что здесь нужно указать одну основную категорию и она должна быть родителем другим категориям вложенным в этих вложенных категорий уже будут находиться ваши статьи переходим материалы менеджер категорий например статьи все здесь находятся мы создаем новую категорию нажимаем сохранить закрыть дальше переходим в нашу категорию и родители делаем вот так главное сохранить закрыть что получилось вот так главная категория а вот во вложенной категории ведь этот маленькая подставляется черточка да она говорит о том что она имеет родителя родители главное переходим в модуле переходим в категории очистить выбрать выбираем главное сохранить обновляемся и у нас появляется здесь категория ну конечно вы переименуете здесь как-то на русском языке чтобы назывался и она имеет пять статей здесь стоит пятерка когда будет несколько категорий у вас будет выглядеть вот таким вот списком здесь давайте теперь выведем теги выходим нажимаем создать выбираем популярные метки здесь можно писать заголовок теги позиции также выбираем позиции 7 здесь можем выбрать те метки которые у нас уже созданы к статьям сейчас показывать реальные метки которые я создавал к статьям количество отображения я выберу 20 и нижний параметры выставлю да привязка к пунктам только на указанных на странице блога переходим на дополнительные параметры суффикс класса проставляем вот такой сохранить закрыть идем на сайт обновляемся и у нас выводится метки которые я создал к статье да то есть кликнув по лендингу показываться будут статьи где эта метка присутствует она присутствует во всех статьях ну соответственно как эти метки добавлять я надеюсь вы знаете перейдя в статью материал и вот здесь вот они создаются можно просто набрать на клавиатуре текст нажать enter и метка создастся и также по крестику можно метки удалять нам осталось вывести последние из блога на главную страницу переходим на наш сайт переходим в менеджер модулей создать выбираем модуль материалы новости кликаем заголовок например последний из блога позиция это у нас позиция 4 привязка к пунктам только на указанной странице и только на главной категория выбираем из каких категорий для главной страницы будут отображаться материалы у меня только одна я ее и выбираю также можем указать метки показывать изображение показывать заголовок триггер события плагина нет тут нет нет количество материалов выбирайте я поставлю 4 порядок выбираем дата создания а здесь выбираем по возрасту переходим дополнительные параметры суффикс класса проставляем вот такой и у нас также присутствует css класс заголовка также можете скопировать с демо примера сохранить идем на сайт переходим на главную страницу прокручиваем вниз и у нас с вами все хорошо выводится по клику по названию статьи мы попадаем в развернутый пост статью на этом данный урок я заканчиваю напоминаю вам что если вы заинтересованы в системе джекаса то я предоставляю 15 процентную скидку на приобретение чтобы получить купон на скидку пишите мне на почту почта в описании я предоставлю вам купон абсолютно бесплатно подписывайтесь на канал ставьте лайки подписывайтесь на мою группу вконтакте ссылка будет также в описании этого видео на этом здесь все и до нового видео если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe muse или сайта на джумле не важно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый кмс 3 года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостик вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акции вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую и так если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь субтитры создавал DimaTorzok димаTorzok